Масштабный проект под названием «Огненный пояс Земли» стартовал на мысе Принца Уэльского на Аляске в 2011. Финишировали путешественники спустя три года в Петропавловске-Камчатском, пройдя через пять континентов и 19 стран мира. Далеко не каждый на это способен. Конечно, мы гордимся тем, что наш земляк прошел этот путь. И действительно, ты, наверное, один из немногих, кто как-то другой знает нашу планету Земля. И можешь очень много рассказать интересного. Твой подвиг, по большому счету, заслуживает большое уважение и подражание со стороны молодого поколения. Я думаю, что хорошая идея – снять фильм. Я знаю, что ты путешествий очень много снимал, и своей камерой. Действительно, чтобы сделать его профессиональным фильмом, я дам поручение, чтобы подключить наши возможности, вся масса информации, для того, чтобы это путешествие узнало не только наш край, но и вся страна. На память о встрече Константин Мержоев подарил Ткачеву кусок базальтовой лавы, привезенный с действующего вулкана плоский толбачек, что на Камчатке. Ну а как выглядят огненные вершины Мексики, Никарагуа, Панама, Эквадора, Перу, Новой Зеландии, Индонезии, путешественник показал уже на фотографиях. Вот, вот это вот как раз лава, вот то, что течет, вот как раз оно и есть. Температура тут около 2000 градусов. И вот так быстро подходили? Да, ну там, как подбегаешь, сфотографировал и бежал, потому что аппаратура плавится. Вот в таком состоянии сейчас находишься. У нас есть флаг Кубани, который мы пронесли от начала до конца. То есть мы его, естественно, готовы отдать, скажите кому, мы его отдадим. То есть на всех вершинах он прошел, везде, где он, то есть он везде был полностью. То есть мы везде поднимали флаг Кубани и России. То есть это практически на всех самых топовых местах в мире. 70 тысяч километров участники экспедиции преодолевали на лыжах, велосипедах и катамаранах. Много приходилось идти пешком. Не просто дались восхождения на самые высокие вулканы Тихоокеанского вулканического пояса. И по всему пути маршрута путешественники проводили научные исследования, собирали данные о вулканической активности, делали этнографические наблюдения. Весь собранный материал лежит в основу будущих документальных фильмов. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ.